Историю из разряда нарочно не придумаешь, обалдел когда это услышал. В Иркутске главврач местной детской больницы призывал непривитых не звонить в скорую, а оставаться дома и, видимо, умирать. Ну так не занимайте мест в госпиталях. Вот если вы не привились и заболели, ну тогда не звоните на скорую, помирайте дома. Вы же звоните на скорую, обращайте систему здравоохранения. Система здравоохранения вам говорит, вы привейтесь. А напомните мне, что мы празднуем 9 мая? Мы, говорят, какой-то ужас-ужас победили в этот день много лет назад? А если серьезно? Я не очень понимаю, почему молчат соответствующие структуры СК, прокуратура, полиция. В конце концов, данный призыв можно трактовать только одним образом, как преступный, нет? И кто делает заявление, это, обратите внимание, врач. Человек, который давал клятву Гиппократа. А почему он тогда такое несет? Это первый момент. И второй, простите, но как по мне. Такие вот оборотни, которых мы ошибочно называем медиками, в конец обнаглели. В конец. Начнем с того, что каждый работающий гражданин в Российской Федерации ежемесячно отчисляет деньги со своих доходов в фонд обязательного медицинского страхования. Каждый, повторюсь, вне зависимости от того, болеет он или нет. Вне зависимости от того, привит он или не привит. По сути, мы оплачиваем страховку на всякий случай. Вызов скорой помощи как раз. Один из таких страховых случаев, который ты оплатил на тебе, появляется некий шут в халате. Говорит, какую-то ерунду. Это показывают в эфире и тишина. Ну и проваливай тогда куда подальше. Вон в пятерочку иди, картошку разгружай. Не корчи из себя, доктор. Это реальная журналистика в стране победившего. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. А почему никто не говорит о том, что госпожа Голикова, например, вице-премьер, отвечающий за социалку и возглавляющий оперштаб по борьбе с коронавирусом, прямо заинтересована в продвижении отдельных вакцин в России? Я не оговорился сейчас. Прямо заинтересована. Объясняю. Дело в том, что пасынок Татьяна Алексеевна, бизнесмен Владимир Христенко, а точнее его компания Нанолек, занимается производством кови-вака. Причем еще какое-то время назад ребятишки пытались оное скрывать, теперь перестали. В СМИ проходила информация, что заказ, который получила фирма сынули мадам Арбидол, 5 миллионов доз. До конца текущего года ничего себе. Если мы говорим про взаимодействие государства и бизнеса, то, наверное, ключевой аспект этого взаимодействия и ключевой аспект этой поддержки – это долгосрочные взаимоотношения. Недалеко ушла и госпожа Попова, глава Роспотребнадзора, она же главный государственный санитарный врач РФ. Минувшим летом стало известно, что Попова является одним из разработчиков и пивак короны, которую создали в новосибирском векторе. Новая газета обратила внимание на полную тезку чиновницы в списке создателей, сделали соответствующий запрос, в РПН подтвердили, да, Анна Юрьевна имеет отношение к медикаменту, а что это значит? А значит это, что Попова как разработчик получает денюжку с каждой проданной ампулы, вот это поворот. У одной, значит, пасынок с вакцины имеет, другая лично получает, вообще-то в любой другой стране это называли бы коррупцией. В России никто на умное внимание не обращает. Две высокопоставленные государственные служащие, обе в министерских статусах, обе принимают решения по антиковидным мерам и конкретно по вакцинации, обе имеют личную заинтересованность. О какой объективности при таких раскладах можно вообще говорить? Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Ха, Гинсбург. Знаете, что меня умиляет больше всего? Каждый раз, когда данного господина показывают в ящике, его представляют как независимого эксперта в области вакцинации, вирусологии, бла-бла-бла. Как человек может быть независимым экспертом, если он является разработчиком самого продвигаемого в стране препарата? Ну какой он независимый эксперт? Хорошо, давайте приведу понятный пример. Как вы думаете, вот я, автор и владелец канала «Реальная журналистика». Заинтересован ли я в том, чтобы мои программы набирали как можно больше просмотров? Заинтересован ли я в том, чтобы на мой канал подписывалось как можно больше народу? Заинтересован ли я в том, чтобы мой канал активно продвигался и тем самым на него обращали внимание рекламодатели? Тогда почему мы думаем, что Гинсбург это бессеребренник, что за идею в пользу бедных надрывается? Почему вы меня простите, но мнение Гинсбурга, равно как и мнение Голиковой, равно как и мнение Поповой, для меня их мнение априори авторитетными быть не могут и не надо мне говорить, что я антиваксер. Я только что объяснил свою позицию, для тех, кто не понял, давайте совсем понятным языком. Друзья, когда о пользе вакцинации мне рассказывают торговцы вакцины, меня начинают терзать смутные сомнения. При таких подходах можно и владельцам компании «Филипп Моррис» поверить о том, что их продукция оздоравливает. Кстати, подобное уже когда-то было в 1994 году в США. Семь директоров табачных корпораций под присягой заявили, будто никотин не вызывает привыкания. О, а тут же еще одно чудо на медне из пыльного сундука вытащили. Вероника Скворцова, чудо зовут, экс-глава Минздрава, ныне директор федерального медико-биологического агентства. И вот она же там тоже пытается в тему коронавирусную влезть. Полтора года на производстве антиковидного лекарства и бюджетные деньги осваивает. Называется лекарство «Мир-19»? Толком о данной диковине мало, что известно. По одной информации, это что-то вроде антидота, тоже укол. По другим сведениям, препарат надо вдыхать. Короче, в начале недели Скворцова своими успехами хвасталась в эфире «России-24» и оказалось, что ее мир тоже очень эффективная штука, почти готов. Кстати, даже против нового штамма эффективен омикрон, который, ну не в этом дело, надо было слышать те росказни. Я сейчас попытаюсь передать самый изюм. Итак, я сказала Скворцова, пробовала препарат на себе. Это случилось после того, как мадам, по ее словам, контактировала в течение нескольких часов с заболевшим. Слушайте, объясните мне тупому. Зачем с заболевшим контактировать несколько часов? Что они делали? На свидание ходили, ночь вместе провели что? Хотя дальше было смешнее. Больной не знал о своем диагнозе. При этом в нем была очень высокая концентрация вируса. Ух ты! Я просто пытаюсь себе представить эту картину. Высокая концентрация вируса. Мне кажется, это уже тяжелая форма. Получается, что больной пласток должен был лежать на аппарате НВЛ как минимум. Но о своем диагнозе человек был не в курсе, оказывается. Вы серьезно? Ага. Представляю, лежит такой полуживой гражданин на протяжении нескольких часов. Помним, да? В одной комнате с ним зачем-то бывший министр здравоохранения находится. Он на нее смотрит и спрашивает. Вероника, а со мной точно все нормально? Точно, Сережа. Тебе не о чем волноваться. А я тут совершенно просто так. И вот те люди за стеклом в защитных костюмах тоже просто так. А то, что ты себя чувствуешь как будто трактор по тебе проехал. Это тоже нормально. Ну, ребят, ну хоть врать бы нормально уже научились, а там относительно правдоподобно. Что она несет, согласитесь? Это же готовый сценарий для продолжения черной комедии «Очень страшное кино». Ну и под занавес история будет очень в тему. Накануне человек письмо написал. «Здравствуйте, мы семья из Оренбурга, пожилая мама, и мы дети-инвалиды, первой группы 40 и 36 лет, я колясочник. У сестра Олега Фринея отец умер, мама уже старенькая. Родственников нет, нам никто не помогает. Постоянно находимся в своей квартире на втором этаже, выйти на улицу почти не можем. Обращались в соцзащиту, в церковь, все, что посоветовали, ищите волонтеров. Нас не видят ни благотворительные фонды, ни чиновники, ни газеты, ни ТВ. Про нас сняли репортаж журналисты из настоящего времени, признанные на агентами в России. Напоминаю, помогите распространить. Вот, ребят, фрагмент этого видео, ссылку на полную версию оставлю в описании и в закрепленном комментарии. В 14 лет было все хорошо, Олег так хорошо учился, все. А в 14 лет как-то ноги стали приволокиваться у него. Нам сказали, да у вас надо нарушение ахилового сухожилия. Потом, в общем, плоскостопие. Год вот мы пролечились, ходили в физкультурный диспансер. А потом нам невролог уже сказал, что у вас страшный диагноз. У меня сестра Насте, ей 36 лет. Ну вот у нее ситуация сейчас ухудшается. И как вот она перестала выходить во двор, так эта болезнь еще больше прогрессирует. Возможно, у нас просто еще параллельно есть наследственная миопатия. Я к чему это, господа? Два года из каждого утюга, и эти визжат, все, что мы делаем, это только ради вашего здоровья. Дайте нам о вас позаботиться. Вот конкретный случай. Почему об этих людях никто не позаботился? А между прочим, инвалидов в нашей стране, чтобы вы знали больше, чем людей, переболевших ковидом, вирусом. В прошлой программе рассказывал, что за время пандемии в РФ переболели 9,5 миллионов человек-инвалидов в 12 миллионов. Где она, эта ваша забота? Вот в этом конкретном случае. Почему ее не видно? Где ваши СМИ? Или по-настоящему серьезные проблемы россиян? И мы нафиг неинтересны. И на агенты, блин, едут и снимают репортаж про ту семью, а патриоты куда-то заныкались. Вернемся еще к этой теме. Обязательно реальная журналистика переваривайте. Напомню, ссылку на сюжет про семью из Оренбурга оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Помогите распространить. Пока-пока!